Добрый вечер всем. Значит, у нас, всем, кто здесь, на месте, всем, кто смотрит наш вебинар, у нас сегодня симпатичная тема, о чем не разговаривают с мужчинами. Значит, тему, как всегда, определили мне, а не я ее определяла, потому что я бы, как всегда, сформулировала немножко иначе. Потому что разговаривать можно о чем угодно. Вопрос, как мы говорим, так? Ну, и если мы говорим все-таки до свадьбы, то есть, безусловно, вещи, о которых не нужно разговаривать. Но так как у нас здесь сегодня абсолютное большинство населения, но после свадьбы, то мы большую часть урока уделим тому, что после свадьбы. Вон, еще подтягиваются до свадьбы. Так, значит, давайте сформулируем так. Когда вообще... Я скажу так, с еврейской точки зрения, когда человек разговаривает, он не просто передвигает язык сверху, вниз или в стороны. Так? Есть цель, смысл в этом разговоре. Так вопрос, какова моя цель, когда я разговариваю с мужчиной до свадьбы. Если моя цель его отпугнуть, то я могу предложить определенные темы. А если моя цель ему понравится произвести хорошее впечатление, и Бог даст найти подходящего кандидата, то я буду говорить несколько других вещей. О чем я не рекомендую говорить на встречах. Раз встреча – это не исповедь у священника. Я совершенно не обязана ему докладывать о всех своих недостатках. И точно так же не должна ожидать, чтобы он мне их излагал. Это не то, о чем надо разговаривать на встречах. Как я узнаю человека без этого, и как он меня поймет? Я вчера провела два часа, большое спасибо, разговаривая с одной женщиной о чем-то, что ее жених ей про себя сказал до свадьбы. Вот у меня тут крупный недостаток. Она мне говорит, я уже ни о чем другом думать не могу. Мы, когда где-нибудь находимся, я все время нацелена, так? Вот это опять проявляется. А как же это проявляется, когда меня нет? А что будет? Как только она мне сказала, что он ей сказал, я говорю, ну он просто наивный дурак, потому что не надо было тебе в этом признаваться. Ты бы спокойно спала по ночам и не фантазировала бы, как жизнь выглядит, так? То же самое, когда мы докладываем о наших недостатках, мы не вызываем у мужчины восторга. Ах, какая она искренняя и как приятно с ней поговорить. То есть люди ходят на встречи, прекрасно, знаешь, человек одевает некую маску, так? То есть моя цель – понравиться кому-то. Так если я так разговариваю, когда я хочу понравиться, то что же будет, когда я уже нравиться не захочу, а будет на самом деле? Поэтому давайте договоримся. Первым делом не надо ни в чем исповедоваться, так? Второе – категорически запрещается без всяких шуток, кроме тех случаев, когда совершенно понятно, что это было. То есть понятно, что разведенная женщина или вдова должна будет разговаривать о экс. Что там было, почему там было и так далее. Но девушки, которые начинают рассказывать свои предыдущие романы или расспрашивать парней о том, что у них было – это последняя глупость, которую можно сделать, потому что мы просто… мы строим мозги человека в этом направлении, так? Это, пожалуй, тема, про которую я могу сказать, что она категорически запрещается. Да я и не думаю, что для разведенной или для вдовы должна быть тема для первой или второй встречи. Разве что люди знают всю картину и так далее. Так, ну, давайте попробуем положительно, о чём… да, разговариваем. Рассказываем о себе, про свою жизнь, про свои привычки, про то, что нас интересует. Слушаем очень внимательно, про что нам рассказывают, так? Стараемся посмотреть, или разговор этот весёлый, приятный, интересный. Если нам говорят двортора какую-то идею истории, не перебиваем и не начинаем говорить, а вот мой раввин говорит совершенно по-другому. В наше время образованные женщины спешат проявить, как хорошо они понимают Тору, причём они её почему-то всегда понимают, не так, как её понимают парень. Так, я думаю, что парень, с которым встречаются, получит гораздо больше удовольствия, если его выслушат, зададут какие-то вопросы, углубит то, что он сказал, скажут, как было интересно и так далее, но не кинуться, критиковать сразу его идеи на эту тему и доказывать, что мои лучше. Когда становится понятно, что мы заинтересованы всерьёз, начинают обсуждаться всякие практические вещи, причём я думаю, что все буквально от меня слышали, но, повторяюсь, в Н плюс первый раз, где Н приближается к бесконечности. Если на вопрос, а как мы будем устраиваться с материальной точки зрения, мне отвечают Ашемья Азор, я говорю, это неосомненно, без его помощи ничего не будет, а всё-таки как это будет проявляться на практике, то есть какова твоя часть в этом, какова моя часть в этом, то есть обсуждаем материальные проблемы заранее, а не так. Тут ко мне приходила совсем молодая пара, поженились два месяца назад, она ему объясняла всё время, что её единственная мечтает, чтобы он учил Тору, так, но если у них возникнут материальные трудности, то она надеется, что он возьмёт на себя ответственность. Так сейчас она, через два месяца, хочет, чтобы он начал работать, а он её спрашивает, где материальные трудности, и она отвечает, вот это, это, это я не могу купить. То есть люди совершенно не договорились о том, что для них значат материальные трудности, на каком жизненном уровне они хотят находиться, каковы приоритеты и так далее. И сейчас из-за этого очень тяжёлые ссоры, потому что он утверждает, что то, что ей хочется, без этого вполне можно пережить. А она объясняет, что ей это жизненно необходимо, и там речь не идёт про одежду и по робу. Точно так же, недавно, опять-таки, я всегда только цитирую, значит, говорит мне мужчина, я не понимаю, почему меня подозрили в таком странном чувстве юмора, и спросили меня до свадьбы, как я отношусь к домашним животным. Я чётко и ясно сказала, что я их терпеть не могу и не готов, чтобы они жили дома. А после свадьбы невеста, бывшая невеста, а сегодня жена, объяснила мне, что она поняла, что это была шутка. Ну, она ужасно любит домашних животных, не может же быть, что кто-то на это не согласен. Так вот, поэтому я говорю, давайте проверим чётко и ясно, о чём говорится. То есть, я бы всё-таки спросила, это в шутку или всерьёз, так? Если я мечтаю о том, что с нами третий будет спать кот, так, знаете, всё-таки не все соглашаются на такие мечтания. Так? Но, в общем, до свадьбы мы разговариваем не как с подругой, конечно, а как с нормальным человеком, с которым я познакомилась, хочу знать, что происходит, о чём он думает, о чём я думаю. И если мы вот только не допускаем те ошибки, о которых я говорила, то тут никаких особенностей я не вижу. Если у кого-то есть вопрос о специфической теме, то это сейчас как раз время спросить, но если нет, то перейдём к замужним. Один вопрос. Я правильно, если я правильно поняла, не стоит понимать тем о предыдущих отношениях, а если партнёр сам периодически ссылается, вот у меня была такая история, такая, это крайне неприятно. Как избежать таких разговоров? Я думаю, что совершенно необходимо сказать человеку, что слушай. Я пока что себя чувствую очень неподготовленной выслушивать эти истории. То есть, если ты мне хочешь какой-то пример провести, то его можно привести более абстрактно. А для того, чтобы обсуждать с тобой, что и как, я ещё недостаточно близко, меня это задевает. Если это продолжает повторяться, спросить, или чувствовал бы себя удобно, если бы я всё время бы об этом разговаривала. Окей, больше вопросов нет. Переходим к замужним. Для того, чтобы понять, как разговаривать с мужем, надо понять несколько мужских качеств. Первое. Для мужчины уважение также необходимо, а может быть и более необходимо, чем завтрак, обед и ужин. То есть, мужчина должен чувствовать, что жена его уважает. Когда это отсутствует, мужчина страдает, их отношения страдают, и женщина, которая проявляет неуважение к мужу, а особенно на людях, она раздавливает в нём мужчину. Это первая аксиома, из которой выходим. Аксиома номер два. Мужчины не любят размусоливать ссоры. То есть, выяснения, а вот ты, а вот ты, а вот почему ты думал, сказал, так, не вызывают примирения. Мужчине хочется как можно скорее побериться и перейти к следующему параграфу. Как основное качество. То есть, лучше быть в мире, чем обсуждать проблемы и ссоры. Ещё одна вещь. Мужчине ужасно тяжело слушать, что жена недовольна жизнью, потому что он это воспринимает за свой счёт. То есть, если ей плохо, значит, он сделал что-то не так, значит, он виноват, ни один человек не любит быть виноватым. Исходя из вот этих вот трёх аксиом, давайте подумаем, о чём мы не разговариваем. Первое, мы стараемся критиковать как можно меньше. А любая женщина окончила факультет критики. Так, причём, когда я говорю вот эту вот страшную фразу, что мы стараемся критиковать как можно меньше, то мне всегда говорят, а как же он будет знать, что он допустил ошибку, как он исправит, как он научится вести себя правильно и так далее. Так вот, во-первых, мне интересно, а кто из женщин любит, когда их критикуют? Если есть женщина, которая любит, чтобы муж зашёл в дом и объяснил, где уборка сделана недостаточно тщательно. Так, почему обед, он не очень вкусный, как правильно готовить этот суп? Почему платье сидит на ней плохо, и она должна одеваться в другом стиле? Женщины, которые приветствуют такие разговоры, если они есть, я готова встать, поклониться им земным поклонам и выразить им своё глубочайшее уважение. 35 лет работаю над собой, не знаю, не люблю. Так, приятнее слушать комплименты. С другой стороны, а если я всё-таки хочу научить человека, как себя вести правильно, сделать что-то правильно и так далее, во-первых, научиться, что в разговоре я пользуюсь словом «я», а не словом «ты». то есть, скажем, мне очень тяжело разговаривать с человеком, который прекращает разговор для того, чтобы ответить кому-то по полифону. Так, не ты в этом виноват, но я такая, что я в этом чувствую потерю внимания. Поэтому я очень прошу для меня, когда мы ведём какой-то разговор, отключи его. А если ты ждёшь очень важного звонка, тут вообще сейчас очень важный звонок, тут сейчас вообще не время для серьёзного разговора, потому что он не будет сосредоточен. Так, то есть, ведём тогда беседу о погоде или ещё о чём-то. второе. Когда человека начинают критиковать, женщины даже не замечают, как они способны размазать по стенке. То есть, разговор и... человеку бросают в лицо его недостатки, говорят ему, как он плохо воспитан, как он неправильно себя ведёт, что он делает и так далее. Я встречалась сейчас с молодой парой, где он ей высказал что-то, что принято в той религиозной группе, к которой он присоединился после того, как он сделал чуху. И она, сидя у меня, значит, я всегда надеюсь, что когда пара сидит у меня, они разговаривают хотя бы на октаву ниже, чем это, когда они между собой лично разговаривают. Она начинает объяснять, как, значит, как это неправильно с религиозной точки зрения, и как это отвратительно и отталкивающаяся с человеческой. И как все, кто себя так ведут, они оскверняют имя Всевышнего. И как это вообще немыслимое требование. Он ей говорит, слушай, ну, скажем, без этого религиозного требования учебные заведения той группы, которой я принадлежу, не принимают учеников. Тогда вообще не надо, чтобы наши дети, которые еще даже не думали на свет появляться, учились в таких учебных заведениях. То есть я взяла, не я, а она взяла и этого человека, так сказать, привела к уровню пола. твои религиозные взгляды неправильно, общество, в котором ты вращаешься неправильно, все плохо и так далее. Когда я ей сказала, как она, какое право она имеет его так оскорблять, она подумала и говорит, да, вы правы, это было некрасиво с моей стороны, но что делать, если я с этим требованием не согласна. Я говорю, знаешь, есть куча вещей, с которыми я не согласна. Например, скажем, я по сегодняшний день читаю нерелигиозную литературу и я не думаю, что в Хасидуте, которому мы как семья принадлежим и тому будет аплодировать. Как я об этом говорю? Я говорила с первого дня мужу, что у меня слабость, я выросла в определенной культуре и отказаться от нее для меня очень сложно. Поэтому я прошу меня понять и пойти мне в этом навстречу. то есть не чтение нерелигиозной литературы это культурная ценность, от которой нельзя отказаться и ты некультурный дурак, которого они вырастили на таком уровне. Не, а это уже не надо говорить, это же само собой понятно. Раз, это такая, как мне одна сказала, он ждет, чтобы я растила своих детей без мультфильма. боже мой, так вот, так хорошо. Я допускаю, что она ощущает, что это будет жуткая потеря для ребенка, если он не увидит Чебурашку или еще какие-то мультфильмы. Были хорошие и добрые мультфильмы, но об этом же можно говорить по-другому. Смотри, для меня это ностальгия, это моя память, это мое детство. Мне хочется дать детям то, что мне нравилось. Это один разговор. Другой, когда это все превращается в принцип, в мировую культуру, в религиозный принцип, можно наоборот, иногда она более религиозная, а он никто, так? Это не важно, как мы размазываем второго, но когда мы говорим к нему с высоты колокольной башни, а он там где-то стоит жук такой, который не понимает культуры настоящей, то мы унижаем и оскорбляем другого человека. Когда я говорю про себя, что у меня есть какие-то интересы, какая-то слабость, какая-то нужда, и я прошу пойти этому навстречу, я его ставлю выше себя, а тем самым оказываю ему уважение, то есть мне важно, чтобы он меня понял и мне это разрешил у нас в семье, значит, он сейчас хозяин семьи, он получает уважение, ну как это, на нашем феминистском уровне я у него буду что-то просить, разве не понятно, что если я это хочу, так должно быть, это первое, то есть я не хочу очень длинно разговаривать на эту тему, но должно быть понятно, когда у нас разногласия на какую-то даже очень важную мне тему, я не пытаюсь доказать второму, насколько его мнение неправильно, я говорю о себе и о том, насколько для меня эта вещь необходима. Это, наверное, не только отношение общества мужчины, это вообще отношение с людьми, если я хочу говорить с другим человеком, с директором, с подругой, если я приду к ней и с ней говорить, что она ничего не понимает, и она не понимает, а я только понимаю, она тоже меня не послушает, то есть, наверное, этот принцип он проходит для нас для всех. Во-первых, я абсолютно согласна, во-вторых, меня всегда поражает, как люди, которые умеют разговаривать с другими, и я вижу ни одного, ни одну такую приятную женщину, которая, когда доходит до ее мужа, она забывает про всякую приятность. А все это берется от того, что нужно доказать, что здесь в семье я главная, а если не главная, то, по крайней мере, одну вещь. Если я говорю мужу, пойми, я прошу пойти навстречу мне в чем-то, так? Что я попросила? Я попросила об одолжении. Если я попросила об одолжении, я же теперь что-то должна, мы же слово одолжение слышим, с какой стати, чтобы я была должна, гораздо приятнее выставить так, что я права. Это естественно мне положено, а поэтому за что тут быть благодарной? Если она так думает, допустим, изменить вот это ощущение, намного тяжелее, можно так поиграть, допустим, она понимает, что головой всегда говорит нехорошо, внутренне ощущает, что она права, а можно как-то несколько по-другому сказать? Смотрите, я скажу такую вещь, нужно научиться, что даже про Тору, про которую говорят, что она абсолютная истина, говорит, что у нее шиви паным, то есть 70 путей, как ее можно истолковать? Так даже Тору можно толковать по-разному. Почему только мое мнение, оно неоспоримое? Может быть, пришло время понять, что у меня в кармане не лежит абсолютная правда? Так, в тот момент, что я это понимаю и допускаю, что может быть правда, если у другой страны я сразу перестаю разговаривать с колокольней носителя абсолютной истины, а вся жизнь сразу становится гораздо легче и приятнее. Что? Я носитель абсолютной истины? Что значит не то? он хочет курить наркотики, да? Курить траву, допустим. Во-первых, от меня все уже слышали, что я говорю, что это выходит за рамки нашего разговора. То есть я разговариваю об обычной жизни. Так, где у человека зависимости, я опять могу говорить о себе. То есть я могу сказать, смотри, я допускаю, что есть сотни людей в нашем окружении, я не говорю, во всем мире есть миллионы, я говорю, сотни людей, у которых есть легкая наркозависимость, и они с этим живут, и так далее. Мне это не подходит. Я не говорю про тебя, ты можешь жить так до 120 лет, но я не могу жить с человеком с наркозависимостью, поэтому тебе придется выбирать, или ты готов жить со мной, которая не готова жить с наркозависимостью, или продолжать курить, но в другом классе. Так? И тогда это очень четкий и ясный разговор о вещах, с которыми мириться невозможно вообще. Недавно мне тут одна немолодая женщина объясняла, что она вышла замуж уже не первым от брака, и муж говорит, что вот пусть она его не доводит до гнева, потому что когда он выходит из себя совершенно, он уже не может владеть собой, и с каждым разом он все сильнее поднимает руку. Я и сказала, дорогая, я не говорю, что ваше поведение правильное, нормативное, я это вообще не лезу, но когда человек говорит, держите меня, чтобы я вас не ударил, это несерьезно. Так? Поэтому либо он готов лечиться от своей нужды решать проблемы насилием, и есть для этого психиатрическое отделение незакрытое, но от этого лечат, либо я так жить не готова. Так? Одно из двух. То есть в таких вещах я не предлагаю быть милой и любезной, но я всегда говорю, что про замужних, что про незамужних, ультиматум не ставят каждые два часа, иначе он теряет всякую силу ультиматума. Я извиняюсь, например, я с детьми приведу. Мне когда-то позвонила одна мама и говорит, я больше не знаю, что делать со своей трехлетней девочкой. Я хочу выйти с детьми на прогулку, она лежит на полу, орет, она не готова подняться, одеть куртку и идти. Я говорю, а что вы делаете? Они говорят, а я стою и повторяю, или ты оденешь куртку, или я иду гулять без тебя. Я говорю, ну так прекрасно, она знает, что на то, что не одевают куртку, мама стоит возле нее и сотый раз повторяет одну и ту же фразу. Она, девочка, действует абсолютно логично. Вопрос, где логика мамы, но это другой вопрос. Так вот, очень часто я вижу в крайних ситуациях, как люди каждый божий день достают незаряженный слиха, незаряженный пистолет. если не будешь лечиться от алкоголизма, мы разведемся. На следующей неделе выпил. Если не будешь лечиться от алкоголизма, мы разведемся. На третьей неделе выпил. Он теперь хорошо знает, что когда он выпивает, есть такой припев, который она сейчас час-два поет. Может, она имеет в виду когда-нибудь в пистолетах? Может быть, тогда стоит внести эту поправку и указать торжественную дату. Но это когда речь идет о таких вещах. Когда речь идет о нормальной жизни, я не вижу, что человек может сказать такого, что абсолютная правда у меня, включая очень неприятную ситуацию, в которую я рекомендую не залазить, когда я религиозная, а он нет. Так, то есть, если я вышла замуж на этом основании, а я знаю пары, которые женятся на этом основании, мы договорились о каких-то условиях. я не имею права требовать ни на копейку больше этих условий. Более того, я когда-то разговаривала с женщиной, которая мне сказала, что муж отошел. Они поженились как религиозные, но муж отошел. Очень, очень глубоко сочувствую. Но я ее спрашиваю, он вас тоже заставляет. Она говорит, нет, мы даже продолжаем соблюдать чистоту семейной жизни. Я говорю, так, а что он за это получает? Она открыла рот, а что он должен получать? Я говорю, ваше колоссальное уважение за то, что несмотря на то, что его взгляды или его желания совершенно изменились, он по-прежнему готова уважать ваши взгляды и под вас подстраиваться. Если бы он это уважение отдал, ему бы это уважение отдавали, он бы его получал, я думаю, что, может быть, были бы вещи, с которыми он бы воевал меньше. Но когда она носительница религиозной истины, у нее теперь Бог в компании и с ней, и они вместе с Богом борются против этого еретика, тогда, конечно, он отходит и отходит и отходит, потому что он не испытывает ни малейшего уважения к себе, как к человеку. то есть в моих глазах уважать человека это принимать, что он может быть не такой, как я, или не такой, каким я его хочу видеть. И тогда можно требовать к себе того же самого уважения, только опять не требовать вот так, а очень четко ставить ассертивные рамки, что со мной можно, а что нельзя. То это был первый пункт. Второй, если я правильно помню, по тому порядку, по которому я говорила, это было, что мужчины не любят слушать жалобы. Так вот, во-первых, это есть проблема. Женщине нужно поныть для того, чтобы она себя лучше почувствовала. То есть, когда у меня был тяжелый день, мне хочется поплакать за кому-то в жилетку. Так? Теперь этот тяжелый день может быть связан с мужем, может быть не связан с мужем, но он тяжелый. Я не предлагаю женщине отказываться от этого удовольствия поныть. Не, ну, во-первых, оно успокаивает, отревелось, оно вышло наружу, становится легче. Но, во-первых, если это не связано с ним, то четко и ясно это сказать. Слушай, у меня очень плохое настроение, но ты тут совершенно не при чем. Тут недавно меня, значит, у меня был очень тяжелый день, и я пыталась дозвониться до мужа, у него полифон не работал, он был в месте, где, значит, не мог, не улавливал разговора. И когда он поднял трубку, я в трубку, что это такое, что ты пропадаешь на целый час и не отвечаешь по полифону. Он мне говорит, я был в районе, где, значит, я не мог поймать телефонный разговор. Все равно целый час, это ужасно много. Мы, старая пара, он вернулся домой с порога уже. Шалом, что случилось? Я говорю, как ты знаешь, что случилось? Говорит, слушай, если я виноват, что час я был в районе, в котором полифон не работает, значит, что-то случилось. Так-так хорошо, когда тебя человек уже знает и понимает, и я засмеялась, потом отплакалась, это было что-то действительно очень тяжелое, неприятное, неприятности, и он обижен за то, что ты кричала на глупость, я кричала на глупость, сказать, извини, пожалуйста, не имело к тебе никакого отношения, так? Это у меня неприятности, тяжелый день, обстоятельства и так далее. Во-первых, когда просишь прощения, человек обычно успокаивается, во-вторых, он понимает, что его не обвиняют. Теперь, если проблема связана с ним, опять давайте выразим это, как мою проблему, а не его недостаток. Кстати, оно так и есть, потому что кому-то другому это может совершенно не мешать. так? Например, когда вместе живут два балаганиста, так, они один другому могут совершенно не бежать, у них может быть бедлам все время, и им это абсолютно нормально. Для меня, я только захожу в бедлам, я становлюсь больная, так? Если бы у меня, ну, скажем, мои дети женатые, все знают, что есть предел того, что я готова терпеть даже от любимых внуков, так? Теперь не все такие, моя невестка, не имея ко мне никаких претензий, рассказывает, а ее мама, значит, бэбиситер и внука, и младшего ребенка. Она говорит, чем больше он ей ломает, тем больше она восхищается. Какой гений он отобрал все листочки у цветочного горшка. кто так может? Счастливое качество, я ей глубоко завидую, я только вижу, как внук приближается к моему цветочному горшочку. так поэтому я и говорю, если мы вернемся к мужчинам и женщинам, что очень может быть, что не качество это тяжелое, а в совокупности в этой паре оно очень мешает. Поэтому если у меня проблема с какой-то вещью, каким-то недостатком и так далее, давайте выскажем это как мою проблему, а не как его недостаток. Мне очень важно чтобы. Поэтому не ты плохой, а у меня вот такой шигаон, сумасшествие такое на этой почве. Так? Когда причем совершенно ясно, что если я это скажу раздраженным тоном, что я терпеть не могу, когда мои цветочки кто-то обрывает, то это не то, что я только что имела ввиду. Но когда я скажу, что я очень чувствительна к тому, чтобы вещи дома не ломались и может быть чересчур ценю всякие вещи, которые приобрела, но мне очень важно, чтобы за этим следили. Я вот сейчас тем тоном, которым я говорила, я говорила про себя, и я могу высказать конкретную просьбу, поэтому пожалуйста проследите, чтобы дети не делали то-то и то-то, поэтому не говори по полифону в тот момент, что мы обедаем вместе, поэтому, поэтому, так, но я прошу опять, так, теперь самое страшное, что в этой области можно сказать, это начать объяснять, как мне плохо. Все, этим я мужчину уничтожила полностью. На этой неделе я просто наблюдала, это было страшное зрелище, когда женщина рассказывала мне, значит, как она поехала к своим родственникам и чувствовала себя там такой счастливой, вот ехала домой и думала, опять все обязанности, все обязательства падут на меня, и мне так грустно ехать сюда. мужчина встал и вышел из комнаты. Все. Он уже не слышал ничего, потому что в тот момент, что жена рассказала постороннему человеку, а правильно она пришла на консультацию, но я все-таки посторонний человек, как ей дома плохо, и высказала это в этой форме, уже ни о какой дальнейшей консультации не могло идти речи, он ей это сказал на выходе, все, если ты со мной такая несчастная, не о чем говорить. Ну, а если и правда плохо? Во-первых, может, стоит подумать, почему плохо, и высказать какие-то конкретные вещи, как я только что предлагала. Во-вторых, можно и эту вещь можно сказать как-то по-другому, то есть не мне так плохо, вот так, а мне было бы так хорошо иначе. Раши приводят это в хумаши. Когда заходят в ковчег, туда заходят так перевожу на русский для тех, кто не понимает, чистый скот, и по-русски будет звучать то же самое. И скот, который не является чистым. Так можно же было сказать слово нечистый, сократить пару слов, мы же говорим, что в Тории каждую букву экономят. Говорит Раши, хотели научить людей говорить в положительной форме. Не плохое, а что-то менее хорошее. Так так вот, когда я говорю, что, скажем, мне очень тяжело, что вся домашняя работа валится на меня, это претензия. Когда я говорю, ты не знаешь, как я бы была довольна, и как бы я ценила, если бы ты на себя взял мыть посуду, делать покупки, это уже не важно на что. Так? Самое звучит, что я вот этого требую, что это нет. Я не требую, я прошу. Мог бы, если не сложно. Совершенно верно, я добавляю все красивые слова, которые только можно. Пожалуйста, если тебе не трудно, когда тебе подходит, в чем из этого ты бы мог помочь? вот это, 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 мне тяжело, в чем бы ты мог облегчить? Когда это просьба, это все слышится по-другому, чем претензии и требования. И вот это то, о чем мне говорят. Теперь я сегодня, я думаю, что это берется от того, что люди вообще потеряли способность что-то держать при себе. Я поражаюсь. Первое правило, которое внушают молодым парам везде и всюду, не обсуждайте супруга с родителями, со своими родителями. Так, почему? Потому что вы уже 10 раз помирились и 10 раз поссорились по новой, а родители все еще пережевывают ваш телефон и звонок с рыданиями, претензиями и так далее. И теперь знают, какой у них плохой зять или какая у них плохая невестка. Так вот, добиться исполнения этого элементарного правила сегодня почти невозможно, потому что люди, которые привыкли всю свою жизнь в фейсбук выставлять, вообще не понимают, что это такое, что-то держать в узком кругу семьи. Как я не обсуждать? Мама меня так любит, как я ей не расскажу о... Именно потому что мама меня так любит, я ей не расскажу о... Это... Так я не буду при людях, говорить о недостатках второй стороны и не буду проводить сравнения. Теперь сравнение, о котором я серьезно предлагаю взять ружье и можно пистолет и убить человека раньше, чем ему говорится эта фраза, это будет гораздо менее обидно, но самое такое, чем можно убить, это сказать, а вот мой прошлый парень, муж, или муж соседки, или брат и тот, и тот, и тот, вот они такие, такие, а ты такой. Он всегда моет посуду, а ты никогда. Он всегда приносит подарки, а ты крайне редко. Он является с букетами цветов. Теперь еще раз говорю, если мне важно каждую пятницу получать цветы на шаббат, welcome, попросить. Но почему нужно говорить, вот посмотри, все эти мужчины идут с букетами, только ты возвращаешься домой без цветов. Кстати, я понятия не имею, что происходит после того, как все эти мужчины с букетами поставили их в вазочку на столе. Так? Рассказывала когда-то психологу, которой я училась, Малка Вагнер, она рассказывала, что у нее была соседка, которой она очень завидовала, потому что не случалось, чтобы ее муж в пятницу не принес ей огромный букет. А ее муж про такие подвиги, он американец, и там, видимо, в обязательное руководство для женихов со справочником не входит этот параграф, что цветы должны быть еженедельные. Он их покупал на день рождения, тут, там, ну, по ее напоминанию, так, а тут каждую пятницу. И, слушайте, я так понимаю женщину, которая, когда видит мужчину с букетом цветов, ей тоже хочется. Она говорит, вдруг она узнает, что соседка разводится. И хоть она и психолог, но они были близкие подруги, она не выдержала и спрашивает ту, ну, как же так, это же выглядела такая любовь. Каждую пятницу он так являлся домой. Она говорит, совершенно верно, это единственный акт внимания, который я от него получала в неделю. Ни помощь, ни доброе слово ничего, его научили, что нужно приносить букет цветов. Так я не говорю, что это всегда носит такой крайний характер. Но все эти сравнения, они не только уродливые, они нечестные, потому что мы совершенно другая пара, и мне нужны совершенно другие вещи, и ему нужны другие вещи. и вот это желание вызвать чужую ревность, ведь попробуйте подумать, когда женщина говорит, особенно когда это бывший ухажер, экс, или еще кто-то, так вот там было такое-то. Что я делаю, кроме как разжигаю ревность второй стороны? так? Я еще и оскорбляю, но так поэтому мне любые сравнения оскорбительные. Кстати, опять-таки повторяю, не знаю ни одну женщину, которая это любит в свой адрес. Ни разу не слышала женщину, которая радует сравняться на его маму, сестру, знакомую и так далее. О чем да, говорят, потому что я все перечисляю, нет, 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 нет. И я, вы знаете, как всякий раз, когда ко мне приходят пары с вот таким вот бесконечным списком жалоб, я задаю один вопрос. Хорошо, допустим, что все это изменилось, а что приятное у вас вместе? И с ужасом вижу, как целая куча парней способна назвать, а что им вместе хорошо? Обычно в таких случаях люди мне говорят, мы как-то не развили эту сторону общения. То есть общение это грызть друг другу глотку, так? Я очень многим парам говорила, смотрите, если единственный уровень, на котором вы можете общаться, нет, я извиняюсь, я это скажу вслух, так, значит, мне многие говорят, наше общение в общем сводится к интимной стороне брака, как друзья мы это не развили. Так я в таких случаях говорю, господа, если единственное занятие, которым вы вдвоем можете заняться, это играть в подкидного дурака, выньте карты и сядьте и поиграйте, но улыбнитесь друг к другу, посмейтесь над тем, что, как идет, что идет и так далее. А отсюда куда я веду? Вместо того, чтобы обсуждать проблемы, давайте сделаем так, чтобы дом был местом, куда хочется прийти и чтобы по жизни было интересно. Найдем какое-то общее хобби, найдем какие-то темы, которые интересны нам обоим. Но не бывает такого, что ничего нет. Конечно, нужно покопаться. Не всегда сразу находишь что, как, но сама задача, это не может быть так, что с кем мне интересно разговаривать мои подруги, с которыми я вешу на телефоне целый день, или переписываюсь напротив компьютера, когда он заходит, поворачиваюсь, добрый вечер, возвращаюсь к моей замечательной виртуальной жизни. И точно так же не может быть, чтобы у него была только такая жизнь. Поэтому давайте поищем, что нам вдвоем хорошо. Люди находят очень странные вещи. я помню, когда мой сын женился, он мне с раздражением сказал, его жена пианит, то есть причесывает парики и так далее. О париках и о шапочках я уже слышал все на свете, а больше не о чем разговаривать. На что я ему ответила, Моти, она не дурочка, поищи, найдется. Еще через три недели приехали наши бады, совсем молодая пара была. Говорит, мама, ты знаешь, я нашел. После мы ходим к ее родителям на вечернюю трапезу, мы возвращаемся, я ей пою, а он поет бесподобно. У нее дома это быстро, а я еще целый час пою Змирот, а потом я говорю какой-то Двардора, а она сидит и слушает. Заметьте, она даже не отвечала, не вела дискуссию про Двардора, но то, что она его вне... Говорит, стало так теплее и лучше. Это истории 15 лет, они чудесная пара, у них куча общих тем, но над этим нужно было поработать. Я в жизни не забуду, как мы поженились, и он техник такой, рожденный техник, а я такой же рожденный гуманитарий. Я его с собой потащила в музей диаспоры, так, и мы идем по комнатам музея, он мне говорит, ты уже посмотрела? Я говорю, я посмотрела, я хочу, чтобы ты посмотрел. Он говорит, а я уже посмотрел, пошли в следующую комнату, ну, а соответственно, он мне вернул, он же меня тоже хочет вывозить, он меня повез на технологическую выставку, и там я спрашивала, или он уже посмотрел, но когда мы оба просто поняли, что придется искать, что нам вместе интересно, одна тема нашлась, другая, третья, десятая, нам сегодня, правильно, 35 лет вместе, но нам интереснее всех, друг с другом, но это была работа, и, кстати, на технологические выставки я не езжу, отпускаю его с друзьями, мне технология не стала интересной, и когда я хочу определенные вещи, которые явно не в его стиле, о них я могу поговорить с подругами, но у нас куча общих тем и общего времяпровождения, а это работа, это не падает с потолка, и вот об этом разговариваем, ищем вместе, что нам интересно, что нам подходит, чем заняться, я помню, я когда-то кидала всякие идеи для молодых пар, а через несколько недель мне на уроке одна говорит, а вы знаете, что из этого мы осуществили, мы готовим вместе, но не какой-нибудь стандартный обед, а мы купили книги кухнь разных народов, и раз в неделю мы делаем обед по-китайски, обед по-английски, говорит, мой муж ждет этого дня всю неделю, мы оба заняты, больше не получается, но этот день святой, так хорошо, кто-то скажет, нет, достаточно интеллектуально, мне не интересно, это не для меня, это для них, им интересно, для кого-то это будет вместе послушать музыку, и когда мне люди говорят, а у нас разный музыкальный вкус, тут я вообще выпадаю в осадок, то есть, если я люблю Моцарта, а он любит Шопена, то все, музыка для нас закрыта, а уж если я люблю джаз, а он любит да, то тогда вообще конец света, вместо того, чтобы попробовать к чему-то прислушаться, я знаю такую пару, она ему объяснила, что его музыкальные вкусы примитивны, и с ним вообще не пусть он даже не смеет на эту тему с ней разговаривать, все, все в полном порядке. так вот, теперь понятно, что мы должны научиться разговаривать о проблемах, но это совершенно другой разговор, это не один единственный разговор, есть способы, как это делается, в двух словах, я просто смотрю на часы, во-первых, договариваются о времени обсудить, есть проблема, для того, чтобы говорить о проблеме, это не может быть, когда муж вошел домой голодный с работы, и я на него кинусь, слушай, нам нужно решить проблему чего угодно, поведение ребенка, отношения с твоей мамой, нашей поездки туда-то и туда-то, покупки, как можно думать в таком состоянии, дорогой, нам нужно что-то обсудить, когда тебе по времени подходит, если в конце концов это время не состоялось, не кричать вот договорились, а ты а спросить окей, это серьезно и это важно как можно скорее, когда будет для этого ближайшее время, обычно третий раз точно будет, второй не всегда, но третий будет, если я еще не поднимала голос, второе договориться между собой, что молчим пока один говорит, это потому что обычно люди не слышат проблему, они слышат уже свое решение о проблеме, которую они еще не поняли, я не забуду, как ко мне пришла пара с какой-то проблемой, не важно, и я мужу говорю, значит, объясните, в чем ваша проблема, он начинает объяснять, она уже открыла рот, и вот сидит вот так стойку сделала, и она его пытается перебить, и я говорю, стоп, он договорит до конца, пальцы крутятся, она не может, так, но все-таки, я же надзираю, так, он договорил, она уже берет воздух, чтобы ответить, и говорю, стоп, стоп, перед этим есть упражнение, скажи, что он сказал, он сказал то-то и то-то, и я говорю, так, она правильно передала то, что вы сказали, нет, а тогда, раз она вас не услышала, повторите, значит, он повторя, не, это было, я потом пошла душ принимать, после такой встречи потом обливаешься, так, значит, только что я ее физически не удерживала, так, по второму разу она, значит, опять, она уже поняла, что ей придется повторить то, что он сказал, я опять спрашиваю, она вас правильно поняла, так, он говорит, нет, я говорю, тогда опять повторите, и вот, когда он стал говорить третий раз, вместо этой позы, она откинулась на спинку и говорит, ой, и говорю, вот теперь отвечаем, так вот, я считаю, что есть такая-то проблема, значит, я изложила свое отношение к этой проблеме, можно вежливо попросить, скажи, как ты меня понял, в чем моя проблема, так, если правильно, замечательно, так, если нет, скорректировать, то же самое, естественно, со второй стороны, а теперь мы вместе решаем проблему, и можно давать любые решения, даже самые дикие, на иврите это называют, я не знаю, как по-русски правильно сказать, СИУРМОХОТ, так, то есть, СИУРМОЗГОВОЙ ШТУРМ, МОЗГОВОЙ ШТУРМ, большое спасибо, так, а теперь, из всех этих идей, давай попробуем выбрать что-то подходящее, иногда это компромисс, иногда это какое-то решение, иногда мы вышли без решения, и нужно еще раз подумать, давай мы об этом поговорим завтра или послезавтра, но это очень искусственный, очень построенный разговор, и он помогает решать проблемы, то, что человек приходит домой, и жена заводится на одной ноте, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, или он заводится на одной ноте, я отнюдь не утверждаю, что у женщин полное обладание нудностью, так, это не решает ничего, только портит отношения, и это не может быть основной стороной отношений, проблемы обсуждают час в неделю, два часа в неделю, по часу, потому что иначе можно с ума сойти, причем это стараются делать не в спешке, со стаканчиком чая или кофе, с каким-нибудь печеньем, пусть даже покупным, чтобы показать, что даже если у нас есть проблема мы мужа, жена, еще лучше вариант, выйти в кафе, мы там хоть кричать один от другого на людях не будем, так, очень полезно, еще лучше вариант, для, я всегда говорю, что техника существует для того, чтобы ее правильно использовали, написать смс, что меня беспокоит, а не выкрикнуть это, так, когда-то письма были, но я считаю, что люди разучились их писать, поэтому хотя бы на уровне смс, так, но опять-таки это капелька, основное общение должно быть приятным, даже когда по делам, я сегодня приехала домой чуть пораньше, чем планировала, обычно покупки четверга это обязанность моего мужа по списку, а тут, значит, список я не успела отдать, сказала ему, что срочно, а я появилась домой раньше, мне говорят, хочешь выехать и сделать это вдвоем быстренько, я говорю, замечательно, давай, и, значит, пока мы едем, поговорили чуть-чуть, обсудили что-то, не нужно специально какое-то время, так, поездка была чисто деловая, но ее можно было использовать, пару шуток отпустили, что-то доложили друг другу, все, пошли дальше, окей, подводим итог, так, для того, не с этого начнем, общаемся не для того, чтобы разрушать, так, человек, то есть, к сожалению, нету большей силы, чем сила слова, я лично глубоко предпочитаю дать ребенку по одному месту, даже если мне социальные работники скажут, что это издевательство, чем стоять час, пилить его, какой он бездельник, какой он неправильный поступок совершил, потому что попка перестанет болеть через 15 минут, а слова такие люди помнят до глубокой старости, и им очень тяжело с этим что-то делать, поэтому, еще раз говорю, общаемся для того, чтобы строить, а не для того, чтобы разрушать, а поэтому старая русская пословица, слово не воробей вылетит, не поймаешь, подумаем немножко, что мы говорим перед этим и чего я хочу добиться, я не говорю, что у нас не будет срывов, мы живые люди, у всех бывает плохое настроение, скандал, обида, все это может случиться, но тогда я знаю, что я разговаривала неправильно, нужно попросить прощения, помириться и остановиться, а не так, во-вторых, стараемся не оскорблять другого, стараемся дать ему ощущение, что мы его ценим и уважаем, и стараемся вести разговоры в положительном тонне, а не в отрицательном, я сейчас не имею в виду только тон, а и подбор фраз, слов и так далее, не обсуждаем наши проблемы или друг друга при посторонних, и мамы, и папы, братья, дети и так далее, они все посторонние, учимся элементарной вежливости, я как-то сказала, мне было интересно, в свое время у Хавы и у меня взяли интервью о том, Рабанит Хавы и Куперман, как нас воспитывали в России, когда пытались религиозные цены детям внушать, ну, очень разные семьи, мне было интересно читать то, как она пишет про своих родителей, но одну вещь, нам задали один и тот же вопрос, что родители никогда не позволяли, первое, что мы обе сказали, дома никогда не ругались, я имею в виду набор слов, и для меня, когда я слышу, как можно говорить супругу, ты дурак, это самое нежное из того, что можно даже при мне сказать, а люди мне объясняют, что когда они нервничают, ну, что делать, у них привычка материться, то и до этого может дойти, то я просто поднимаю руки, потому что мне всегда интересно, с боссом эта правильщика тоже проявляется, так, так вот, ведем себя, как люди, достойные уважения, и об этом, даже когда мы сердимся, и об этом даже больше распространяться не хочу, и стараемся, чтобы основная часть наших разговоров была такая, от которых нам обоим приятна, а не наоборот. На сегодня я думаю, что мы закончили. как раз. Спасибо за субтитры, если вам будет очень перечислено, что-то не думаете, не будете, если вы что вы не сможете, Продолжение следует...